Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, смотреть фотографии Милдрид Харрис, Американская актриса немого кино, первая жена Чарльза Чаплана. Родилась в штате Вайоминг 29 ноября 1901 года. Кино дебютировало в 1912 году, будучи еще ребенком. В последующие годы была довольно востребована в кино, оставаясь одной из самых популярных детей актеров 1910-х годов. В 15 лет она появилась в эпической драме Гриффита «Нетерпимость», где сыграла одну из девушек в Вавилонском гареме. В октябре 1918 года Харрис вышла замуж за Чарльза Чаплина, брак с которым стал довольно скандальным из-за того, что Милдрид на тот момент было 16 лет, а Чаплину 29. По многому этому браку способствовало заявление Харрис о беременности, которая, как потом выяснилось, оказалась ложной. Все же Милдрид в 1919 году родила Чаплину сына, но тот умер через три дня после рождения. Их брак продолжался до 1021 года и закончился не менее скандальным, чем свадьба-развод. В судебных разбирательствах бывшие супруги обвиняли друг друга во многих грехах. Так Чаплин приписывал Милдрид лесбийскую связь с актрисой Аллой Назимовой, а Харрис называла бывшего мужа сексуальным садистом. Во время бракоразводного процесса адвокаты актрисы пытались конфисковать ее пользу, недавно отснятой Чаплином фильм «Малыш». И поэтому ему пришлось открываться от них и закончить фильм в гостиничном номере Сотлейт-Сити. После развода знаменитый кинопродюсер Майер пригласил актрису в серию своих фильмов, где она появилась под именем Милдрид Харрис Чаплин. Из-за того, что Майер добавил актрисе фамилию бывшего мужа у него, с Чаплином произошла серьезная ссора, которая завершилась дракой. Широко освещалась короткая связь актрисы с принцем Уэльским, который после был провозглашен королем, как Эдуард VIII, но в итоге не был коронован, так как отрекся от престола в пользу своего бланшевого брата Георга VI. Вся эта гласность и скандалы принесли актрисе популярность, а также во многом помогли ее карьере в кино. В конце 1120-х годов она много снимала в снимых фильмах, где ее коллегами по экрану были такие звезды, как Клара Бой, Дуглас Фермер. Тем не менее, появление звукового кино создало большую проблему для продолжения ее дальнейшей карьеры. Некогда популярная актриса в один миг слетела на второстепенные роли и за последующие годы своей кинокарьеры появилась всего в нескольких фильмах. Актриса все же не завершила свою карьеру, а переместилась в Водевиле. Милдред еще дважды была замужем, родив от первого мужа ребенка. В последние годы страдала алкоголизмом. 20 июля 1944 года неожиданно умерла от пневмонии в возрасте 42 лет, похоронена на кладбище в Голливуде. За свой вклад в киноиндустрию она удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Ну вот так из переводной википедии у американской актрисы немого кино, первой жене Чарли Чаплина, Милдред Харрис. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok